Вы ее сдвигаете, открываете всю плату. Превышение. Так, вот батарея замигала 3,1 вольта. Здравствуйте, это компания Viva Telecom. И мы сегодня представим вам новинку от компании Hioki. Цифровой мультиметр DT4261. Чем он интересен? Это чуть выше серия, чем модель 4256. У нее есть подсветный дисплей, графический барграф, двойное показание, допустим, при измерении переменного напряжения. То есть он сразу показывает номинал напряжения и частоту. У него две возможности подключения к дополнительным устройствам. Это канал Bluetooth для того, чтобы, например, работать со смартфоном и с измерениями. И есть оптический порт для соединения с персональным компьютером. Сейчас мы это тоже все посмотрим. Производится данный мультиметр до сих пор в Японии. Гарантия на него 3 года. Он влагозащищенный по IP54. Выдерживает падение с высоты, по-моему, до 1 метра. Ну и вообще в целом интересная конструкция. То есть Хиоки показывает развитие. То есть тут есть некоторые конструктивные особенности новые, о которых мы тоже вам расскажем. Ну а сравнивать будем с UT61E+. То есть он также подключается по оптическому борту к компьютеру. Ну и в целом модели похожи, поэтому посмотрим, какие есть отличия. Начинаем, как обычно, с комплектации. Потом перейдем к конструкции. И потом перейдем к измерениям. По комплектации поставляется мультиметр вот в такой фирменной коробке. Кратко характеристики вы можете здесь посмотреть. Базовая погрешность 0,15%. Пределы измерения тоже вы можете видеть. Есть, кстати, да, цифровой фильтр 100 Гц и 500 Гц, отсекающий высокие частоты или помехи с высокими частотами. Сейчас мы это посмотрим. Программа называется Connect Cross для работы с Bluetooth мультиметра. В комплекте поставки идут измерительные щупы. Вот такие необычные. Я сейчас о них подробнее расскажу, когда перейдем к конструкции. Ведут три элемента питания. Батареи Toshiba мультиметр впитается от самых распространенных элементов питания. Идет набор документации, в том числе паспорт на русском языке. Я его не взял. Ну и сам мультиметр ДТ-4261. У него автоматический выбор пределов измерения. Есть защита от неправильного подключения механическая, то есть закрытие щупов автоматическое. Сзади у нас крышка батарейного отсека держится вот на таких двух защелках. Есть держатели щупов измерительных. Оптический порт, как вы видите, для соединения с компьютером через USB интерфейс. Сейчас я крышку тоже открою. Есть обрезиненный защитный кожух. Дисплей ЖК достаточно большой и с подсветкой. Я сейчас тоже, когда батареи подключу, вам покажу. Так, измерительные щупы. Рассчитаны на токи до 10 А. И у них интересная особенность есть, это выдвижные штыри, ну или колпачки отодвигаемые. То есть вот, как вы можете видеть, есть вот такая фиксация. Фиксация. Вы ее сдвигаете, открываете и снова фиксируете. В итоге вы получаете длинный наконечник. Сам провод достаточно жесткий. Это, скорее всего, не силикон, потому что силикон гораздо мягче. Но защита от изломов есть. Но и в целом сделаны они неплохо. Измерительные провода нам нравятся. Но сейчас еще попытаемся измерить их сопротивление внутреннее. Так, задняя крышка разблокируется в двух местах сверху и снизу. И снимается ниша под батареи под 3 штуки 2А. Сразу есть доступ к предохранителю производства Холли. Предохранитель. Здесь, как вы видите, заглушка стоит. Эта заглушка стоит вместо Bluetooth-модуля. То есть, докупая отдельно Bluetooth-модуль и ставя его сюда, вы получаете возможность соединения со смартфоном, например, и с программой, которую я уже показывал. Оптический порт вы можете видеть. Далее стоят винты, звездочки. Сейчас мы их тогда разберем, открутим и снимем заднюю крышку. Покажем устройство мультиметра. Обратите внимание, что нет ножки откидной. То есть, он предполагается использоваться все-таки просто в горизонтальном положении. Здесь вот есть отверстие для установки магнитного держателя. Ну, то есть, лямка с магнитным держателем. Одна докупается тоже отдельно. Обратите внимание, резиновая вставка по периметру батарейного отсека, так как мультиметр соответствует стандарту по пылевлагозащите IP54. То есть, дождь он запросто выдержит. Ну, все, сейчас установим, когда батареи и покажем дисплей. Давайте я вам еще продемонстрирую сразу сравнение тогда с UT61E+, от Unity. Как видите, корпуса по габаритам весьма похожи. По толщине тоже, в общем-то, есть. Но, единственное, Unity потолще. По поводу оптического порта. Я, кстати, хотел посмотреть, вдруг подойдет портик от Unity, потому что он идет в комплекте. И сам адаптер, вот этот оптический, у Hioki стоит дороже, чем мультиметр в сборе с адаптером у Unity. Но, обратите внимание, сами индикаторы или сами оптические датчики, они по ширине не подходят. То есть, соединить у вас не получится. То есть, использовать придется только родной оптический адаптер. Так, включенный мультиметр. Как вы видите, есть галетный переключатель для выбора режимов измерения. Интересная особенность. Есть автоматическое определение переменного или постоянного напряжения и переменного или постоянного тока. Сейчас мы это проверим, как это работает. Далее, есть максимальные и минимальные значения, пиковые. Есть фильтр, как я уже сказал, высоких помех. Сейчас мы тоже проверим, как это будет работать. Далее, есть вот такая белая подсветка дисплея. Есть автоматическое выключение питания. Защита гнезд от неправильного подключения вот таким образом работает. Ну, то есть, автоматом закрывается гнездо, которое не должно быть сейчас подключено. Ну, и, в общем-то говоря, все. По корпусу тогда закончим. Сейчас переходим к измерениям. Так, начнем, как обычно, тогда с прозвонки. Выбирается этот режим по умолчанию сразу. То есть, именно прозвонка, а не проверка диодов, что хорошо. Так, давайте посмотрим, сохраняется ли выбранный режим. Нет. Автоматом переключается сразу, опять же, на прозвонку, если выбран диод. Но тут всего две функции. Как бы переключиться один раз кнопку нажать не очень сложно. Смотрим. Как видите, во-первых, при контакте дисплей загорается красным цветом, что может быть удобно. Но прозвонка работает просто идеально. 5 баллов прозвонки, 100%. Так, смотрите, у нас новый прибор есть для измерения сопротивления измерительных щупов с зажимами Кельвина. 22 миллиома всего лишь внутреннее сопротивление щупа, что отлично. Для примера показываю щупы силиконовые от Fluke 117 модели. У них 28 миллион сопротивления, даже, то есть, чуть повыше. Но провода эти отличные. То есть, у Hioki достойные щупы с очень низким сопротивлением внутри. И вот от Unity щупы тоже, да, проверим. Заодно 18,5 миллион, то есть, тоже щупы отличные по сопротивлению. Так, сняли защитную заднюю крышку. Вот на таких шести саморезах она держится. Достаточно массивная. Сделано все, отлито, конечно, на высоком уровне. Так, смотрим саму плату. Гнезда измерительных щупов. Предохранитель, да, на 11 А, 1000 В стоит. Есть защитный экран, где процессор расположен. Сейчас мы его тогда снимем. По периметру на крышке также стоит резиновый уплотнитель для обеспечения влагозащиты. Ну, сделано, конечно, все на высочайшем уровне. Здесь претензий никаких нет. Так, ну, сейчас мы тогда снимем сначала экран. Покажем, что под экраном, а потом снимем плату тогда с той стороны тоже. Посмотрим, как сделан галетный переключатель. Нужно будет вот эти все винты открутить на измерительных колодцах. И вот эти все саморезы тоже поснимать. Так, сняли защитный кожух. Смотрите. Микросхема следующая. 13 АЗС5С4. Далее. Еще одна микросхема собственной разработки Хиоки. ХАЗ-01-05. Да, само изготовление, конечно, просто отличное. Так, ну, снимаем тогда всю плату. Так, вот галетный переключатель. Это плата со стороны дисплея. Контакты кнопок. И под дисплеем плата. Так, сам галетник мы сняли. Дорожки достаточно далеко друг от друга находятся. Никаких проблем с дуговыми разрядами быть не должно. Есть смазка, заметьте, на галетнике. Ну, то есть претензий к сборке, естественно, никаких нет. Все отлично, собираем. Так, давайте замерим потребление. Сегодня вот такой необычный ракурс будем использовать, чтобы все приборы сразу были видны. Подаем 4,5 вольта с источника питания, как вы видите, потому что от трех батарей два питается. Смотрите, для того, чтобы проверить, насколько начинает мультиметр обманывать при пониженном питании, будем подавать с генератора постоянное напряжение амплитудой 1 вольт. То есть включаем, 1 вольт подаем. Здесь мы будем смотреть ток потребления мультиметра на вот этом большом стационарном мультиметре XDM3051 от Овона. Сейчас питание Hioki DT4261 выключено. Как вы видите, потребление составляет всего лишь 0,08 микроампера. То есть смело можете оставлять батареи внутри мультиметра. Никаких проблем с саморазрядом у вас не будет. Так, ну включаем. Тогда мультиметр. Смотрим. На пике он сначала потребляет около 9, ну вот так и есть. То есть вот сейчас, обратите внимание, подается 1 вольт с генератора. Измеряет. Автоматически определил он, что это постоянное напряжение у нас. 1 вольт подается. Сейчас 9 мА, грубо говоря, в этом режиме мы имеем потребление. Давайте переключать режимы тогда, смотреть, сколько будет в других режимах потребления. Опять же, все стабильно. 9 мА. Это переменное напряжение. Так, это у нас напряжение Low Z. 9 мА, прозвонка. 9 мА, проверка диодов. Также 9 мА. Так, сопротивление. Емкость конденсаторов. Подключение дополнительных токовых клещей. Так, и сюда я переключиться не смогу, потому что у нас используется защита гнезд. У нас здесь включены щупы. Ну, хотя давайте я тогда уберу. Специально, чтобы переключиться в этом режиме. В режиме ток, посмотреть, сколько у нас будет потребления. Но также стабильно 9 мА. То есть, везде у нас во всех режимах 9 мА потребление. Так, теперь я обратно тогда подключаю щуп измерительный. И подавая 1 вольт, давайте теперь будем уменьшать напряжение. Как вы видите, батарея полная. Сейчас показывает мультиметр. Давайте я буду уменьшать напряжение. Тогда будем смотреть, когда появится индикатор разряженной батареи. Ну и будут ли меняться показания от низкого разряда. Так, ну вот смотрите, 4 вольта, да? Батарея показывает, стало 2. Нячейки показываются на дисплее. По-прежнему 1 вольт. Так, далее. Подаю напряжение ниже. 3,9, 3,8, 3,7, 3,5. Так, вот 3,4 вольта осталась одна ячейка на батарее. Так, вот батарея замигала. 3,1 вольта. Так, 3 вольта ровно. Все, на 3 вольтах мультиметр отключается. Так, давайте теперь вернем 4,5 вольта. Обратное номинальное напряжение. Включим мультиметр снова. Еще, кстати, я забыл показать, сколько потребляет он на подсветке дисплея. Очень ярко подсветка, кстати, работает до 25 мА с подсветкой включенной. Но потребление достаточно высокое, но в принципе, имея 3 батареи, достаточно долго будет мультиметр работать с таким потреблением. 25 мА с включенной подсветкой тоже приличное потребление. Так, давайте тогда будем проверять постоянное напряжение сначала. В режиме авто у нас включено. Подаем с генератора 60 милливольт. Давайте я вот даже с 10 милливольт начну. То есть, это наш эталонный прибор. Это Hioki. Но, как видите, фактически разницы никакой. Давайте я повышаю тогда. 48, 49. Здесь, естественно, генератор чуть подбирает при таких малых напряжениях. Сравнивайте здесь. Но фактически значения одинаковые. Давайте я 100 милливольт тогда подам. Вот, 100 милливольт ровно, да, на одну десятую милливольт отличается значение. Так, теперь пойдем тогда по сотням милливольт, 200 милливольт, 300, 400 милливольт, 500 милливольт. У Hioki чуть больше. Ну, естественно, все в пределах погрешности. Так, 600 милливольт. У нас 6000 отсчетов на дисплее, поэтому сейчас должен переключиться режим автоматический. 700. Ну да, вот он из милливольт и переключился на вольт, да, после 600. Я не заметил, просто на генератор смотрел. Да, так, ну вот, видите, 600, одна тысячная вольта совпадает абсолютно с эталоном. Далее. 700. Один вольт ровно, хотя мы уже подавали, да. Так, давайте 2 вольта. Тоже все отлично. Так же, да, тысячных единиц все совпадает. Так, 4 вольта. 3,985, 3,986. Ну, все хорошо. 5 вольт. 6,7,8. Так, опять предел переключился, обратите внимание. Так, 8 вольт. 9 вольт. 10 вольт. 9,98, 9,98. Ну, то есть к этому режиму претензий нет. Проверяем переменное напряжение. Сначала будем подавать 50 Гц. Посмотрим, насколько точно будет измерять Хиоки. Так, сейчас вот 1 вольт подаем. Заметьте, сразу показывается частота. Автоматически определяется переменное напряжение. Давайте я, наверное, немного уменьшу тогда. Это, допустим, 100 милливольт, да, в ВРМС. 100 милливольт. Здесь, обратите внимание, с такой низкой амплитудой частоту он не измеряет. Так, а ну-ка, если мы переключимся, допустим, вручную в измерение и включим функцию частоты. Да, с такой маленькой амплитудой он частоты не измеряет. Давайте я сейчас тогда заодно буду повышать. Да, вот от 200 милливольт в ВРМС он уже измеряет. Так, ну давайте я вот еще 160 милливольт, 150. Да, вот 150 милливольт минимальная амплитуда, при которой он начинает измерять частоты. Так, возвращаюсь я тогда в режим автоматического определения. Да, вот 150 милливольт, 50 герц ровно, все отлично. Здесь на тестовом приборе также. Так, ТРЮРМС функция заявлена у нас от 40 герц до 1 кГц. Давайте я на 1 вольт тогда вернусь и будем теперь менять частоты. Давайте я ставлю тогда 40 герц, никаких проблем, естественно, нет. И частоту измеряет, и амплитуду показывает верно. А вот давайте-ка уйдем пониже. Да, обратите внимание, даже 10 герц он измеряет просто отлично. То есть ровно 1 вольт и частоты до сих пор он показывает также в 10 герц. Все хорошо. Так, давайте теперь пойдем вверх, 100 герц. Никаких проблем нет. Сотнями начинаем двигаться тогда. 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900. Все здорово. 1 кГц, 1 кГц измеряет. Амплитуда по-прежнему отличная. Так, далее, 1200. То есть даже выше, чем заявленные характеристики у нас уже наблюдаются. То есть и ниже по частотам он правильно измеряет, и выше. Вот мы уже 1200, до сих пор напряжение нисколько не падает. Так, 1400, 1500 герц. Эталон уже чуть приопустил, кстати, значение, да. А здесь до сих пор 1 вольт ровно. 1700, 1800. 2 кГц, без проблем. Удивляет меня данный мультиметр в положительном плане. До 2 кГц мы дошли. До сих пор. Трю РМС измеряется верно. 2200, 2300, 2400, 2. Так, вот, 2400, да. 2500 он уже начинает чуть приопускать. Но все равно, еще, естественно, в пределах. 2600. Ну, вот, на 2600 уже становится ниже. Ну, то есть около 2%, да. Так. Ну, в общем, до 2,5 кГц. От 10 Гц до 2,5 кГц я указываю. Трю РМС. Это отличный результат. Большой предел. Так, теперь давайте сразу тогда измерим частоты. Частоты. Перейдем тогда к функции измерения частоты. 2,5 кГц, да. Заявлено, кстати, до 9 кГц он измеряет. Ну, точнее, до 9,99, то есть до 10 кГц. Давайте посмотрим тогда. Сразу измерим частоты. Так, 3,500, 4, давайте я ровно поставлю. Ну, да, 5 кГц. 5 кГц без проблем. Так, здесь давайте тоже будем измерять, чтобы параллельно наблюдать. Так, 5 кГц. Далее 7, 9. Да, все просто отлично. Так, ну вот до предела мы дошли. И измеряет 10 кГц. Все хорошо. Давайте выше 20. 20 измеряет тоже. Так, давайте тогда пойдем десятками кГц. 40 кГц. Все отлично. 80, 100 кГц. Да, 100 кГц он показывает уже превышение. То есть он просто рейндж. Ну-ка. Да. У него просто ограничение в 100 кГц. Странно, почему он не хочет возвращаться только, да? Когда я ушел, вот 90 кГц он измеряет. 100 кГц превышение. Я вот теперь понижаю. Сейчас вот он нормально. 100 кГц. Ну все, отлично. До 100 кГц он измеряет. Частоты без проблем. Причем амплитуда всего лишь 1 вольт. Давайте теперь еще попробуем функцию фильтрации. Но здесь надо кое-что другое подключить. Сейчас тогда еще и этим займемся. Так, смотрите, по поводу лоу-пасс фильтра, да? То есть этот фильтр должен отфильтровывать помехи у Хиоки на уровне 100 Гц и 500 Гц. Вот смотрите, мы такой эксперимент проводим. То есть сейчас я вот с этого генератора низкочастотный сигнал подаю с частотой 50 Гц и амплитудой от пика до пика 1 вольт. То есть показывает у нас Хиоки 0,708 Вольта. Так же, как и наш эталонный прибор, да? И частоту 49 Гц. И здесь так же, да? Ну то есть 50 Гц. Теперь, смотрите, я параллельно подключаю генератор с шумом. Так же с амплитудой 1 вольт. Вот я его включаю. Смотрите, что происходит. То есть напряжение итоговое падает. Здесь, кстати, эталонный прибор начинает показывать частоты шума. Ну то есть он с какой-то выборкой берет, да? И замеряет именно все-таки частоту шума, которую генерирует данный генератор. АГ-10-12. Здесь же постоянно 50 Гц полезного сигнала все равно Хиоки так и показывает. Это без включенного фильтра. Вот смотрите, я теперь фильтр включаю. 100 Гц фильтр, да? Абсолютно ничего не меняется. Так же и частота остается такой же. И напряжение 500 Гц фильтр включаю. То же самое происходит. То есть отсечь шум у него не получается. То есть как он показывал заниженное напряжение. То есть если я отключу генератор, то он снова возвращается вот в это значение 1 вольт от пика до пика. Включаю генератор, он опять показывает заниженное напряжение. Хоть с включенным фильтром, вот я выключаю генератор, такое значение возвращается. Включаю генератор, снова падает напряжение. То есть как работает все-таки фильтрация вот этих высокочастотных помех не совсем понятна. То есть я и амплитуду менял, и частоты менял, и менял один с другим генератор. Все равно, если подавать амплитуду 1 вольт в VPP, то он в любом случае показывает без включенной помехи 0,708 тысячных с включенной помехой показывает заниженное напряжение. То есть с этим, вот как работают фильтры эти, я не совсем понял. Видимо, какие-то индустриальные помехи, опять же, ну почему здесь в принципе, здесь тоже мы генерируем шум, да, грубо говоря, с разной частотой, с разной амплитудой. По идее, он должен влиять на мультиметр. Здесь же никакого влияния, ну то есть он влияет, но фильтры не оказывают никакого изменения, включенные и выключенные. Измеряем постоянный ток, будем сейчас с источника вот с этого подавать 100 мА сначала, включаю, смотрим, да. Так, Хиоки немного занижает значение, вот обратите внимание, 99 мА течет, здесь у нас 97 мА. Так, но автоматическое определение работает, то есть он определил постоянный ток. Если я переключаюсь, допустим, в постоянный ток, никакой разницы нет, также он показывает у нас ниже значение немного, чем на самом деле. Так, вот суммарно, да, то есть и постоянный переменный ток, но то же самое. И вот автоматический режим, да, я возвращаюсь, даже чуть выше в автомате он показывал. Так, смотрим, 200 мА течет, также чуть заниженные показания, здесь 199,5, здесь 196,5. Так, 300 мА, 300, на 3 мА тоже меньше показывает. Так, 500 мА, также чуть заниженные показания. Так, 600, 700, переключил пределы измерения, но все равно на 2 мА показывает ниже. Так, давайте 1 А ровно на 4 мА показывает ниже. Так, давайте 2 А, также чуть занижено, 3 А, ну да, на 4 мА опять же ниже показывает. Ну, то есть здесь вот есть некоторое расхождение с эталоном, все-таки хиоки чуть занижает показания по постоянному току. Смотрим переменный ток, подаем теперь с этого генератора сигнал 50 Гц, через резистор 50 Ом напряжение подается 1 ВПП, то есть от пика до пика 1 Вольт. 3,8 мА показывает хиоки, и Овон показывает 3,4 мА, то есть сейчас ситуация изменилась. Здесь ток на переменке показывается чуть больше, а на постоянке он показывался чуть меньше. Так, давайте теперь 2, также, да, чуть выше, чем у тестового, ну, чем у эталонного, в смысле, 3 ВПП, 10 мА течет. Ну, здесь вот они фактически выровнялись, да, на 4 ВПП 13,8 мА, фактически равны. Так, давайте я 10 ВПП поставлю, 34 мА, ну, здесь, то есть переменным вроде бы все нормально. 62 мА, да, так, давайте я тогда, допустим, на пятерку уйду, 17 мА, и попробуем менять теперь напряжение, то есть не напряжение, попробуем менять частоту сигнала, насколько он будет. Ну, как видите, проблем нет. Единственная частоту он при таком низком токе, он 40 Гц уже, 30 Гц он уже не измеряет. Так, ну, давайте тогда вверх пойдем, да, так, 100 Гц, 17 мА. 70 Гц, 17,4 Гц, 100 Гц, 17,6 Гц, 200 Гц. 50 Гц, проблем пока никаких, да, давайте я 1 кГц поставлю, ровно 17,3 мА. Так, давайте сотнями Гц пойдем, 1100, 1200, 1300, 1400, 1700, 1800, 2 кГц ровно. Так, вот здесь, да, чуть начал падать уже, 2300, 2400, 2500, ну, вот на 2500 он начинает падать резко. Ну, то есть, так же, как и с переменным напряжением, до 2500 Гц он показывает еще нормально. Проводим измерение сопротивления, давайте начнем тогда с малых сопротивлений, вот у нас 3 Ома сопротивления, смотрим. Да, очень быстро измеряет и точно 2,8 Ома, отлично. Так, давайте здесь вот 4,7, но на самом деле здесь 4,6 где-то кило Ома, смотрим. Да, замечательно. Так, теперь 100 кило Ом, отлично. 4,7 мега Ома, большое сопротивление. Да, ну, вообще, скорость очень радует, тут 5 баллов однозначно по сопротивлению. Так, теперь проверяем конденсаторы, отдельный режим у нас для конденсаторов. До 10 милифарад заявлено Охи-Охи. Смотрим, здесь у нас электролит на 4,7 милифарада. Давайте проверять, насколько быстро и насколько точно он измерит. Начали. Ну, долго, конечно, долго он измеряет. Вот милифарады поменял предел. Да, очень долго. 4,78 милифарада. Я даже как-то и боюсь теперь пробовать вот такой вот конденсатор, который 22 милифарада. Но это уже не заявлено, конечно, у него. Так, вот мы вернулись. Давайте измеряем, попробуем 22 милифарада. Так, начинает переключать пределы. Вот в милифарады переключился. Так, точку переместил. Да, у него предел 10 показывает больше 10 милифарад. То есть 22 милифарада он не измерит. Но в этом режиме, конечно, троечку я, наверное, ему поставлю. Потому что, к сожалению, он медленно. Некоторые мультиметры гораздо быстрее измеряют. Так, режим проверки диодов. Здесь вот у нас может быть узкое место при проверке светодиодов. Потому что производитель заявляет, тестовое напряжение всего 2 вольта. Напоминаю, что на белых светодиодах напряжение падает больше. Ну, давайте проверим, посмотрим. Может быть, и все-таки больше заявленных будет. Так, диоды. Смотрим. Красный зажигает. Падение напряжения показывает. Далее. А вот синий, к сожалению, все. Больше, чем 1,8 вольта. То есть даже не 2 вольта, а 1,8 вольта. Так. Чтобы он вышел из перегруза. Смотрите, все равно показывает перегруз. То есть. Пока его не выключишь, он, похоже, из перегруза не выйдет. Ну-ка, еще раз. Странно. Я даже выключил его, все равно он показывает перегрузку. Еще вернемся сюда. То есть, вот я в нормальный режим вернулся, да, светодиода. Он показывает. Почему перегруженность теперь показывает? Непонятно. Так. Смотрим. Здесь перегрузка так и есть. На белом светодиоде тоже так и есть. Давайте посмотрим, какое тестовое напряжение он тогда подает в этом режиме. Смотрим. Ну да, вот 1,893 он показывает. Так, как из этого режима выйти, чтобы он не показывал нам перегрузку? Я не понимаю. Кстати, обратите внимание, да, в режиме диодов тоже он, в принципе, можно работать и с прозвонкой соединений. Ну, в общем, по светодиодам, к сожалению, есть проблема. То есть, до 1,8 он только тестовое напряжение подает. 1,8 вольт. Так, я извиняюсь, уточнение по поводу мигающей надписи Овер, да, это он, нет никакой неисправности, мультиметр показывает верхний предел измерения. То есть, вот по сопротивлению это 60 мегаом, по емкости, кстати, по емкости он не показывает, но по диодам, да, он как раз показывает 1,8 вольта. Так, ну-ка, по напряжению. Ну, по напряжению он, по-моему, да, тоже показывать ничего не будет. То есть, вот только в этих режимах сопротивления и диоды он показывает верхний предел. То есть, вот на прозвонке он тоже 600 он показывает. Здесь 60 мегаом. Вот такое уточнение, потому что сначала было непонятно, то есть, неисправность, что он в перегрузку ушел и показывал 1,8 вольта, да. Но на самом деле это он просто верхний предел показывает. Давайте проверим защиту по напряжению. Сейчас тестовое напряжение 500 вольт будем подавать. Заодно измерим внутреннее сопротивление мультиметра. Подаем. Так, 453 вольта, внутреннее сопротивление 10 мегаом. Все отлично. Так, давайте теперь 1000 вольт подадим. Да, 958 вольт. Внутреннее сопротивление, как видите, 10 мегаом по-прежнему. То есть, все хорошо. 2500. Превышение. И сопротивление внутреннее уже упало до 1,3. Так, давайте проверим исправность прибора после данных тестов по напряжению. Смотрим. Да, 9,24 вольта на кроме показа. То есть, все по напряжению, все нормально. То есть, прибор выдержал 2500 вольт. Так, ну что, давайте подведем итоги тогда по мультиметру от Hioki DT4261. К сожалению, идеального опять мультиметра мы не нашли в данном случае. Есть у него некоторые проблемы, причем некоторые существенные проблемы. Это, например, работа с проверкой светодиодов. К сожалению, тестовое напряжение всего лишь 1,8 вольта. Это недостаточно для некоторых цветов светодиодов. Хотя питание, казалось бы, 4,5 вольта могли бы обеспечить и побольше. До 3 вольт было бы отлично тестовое напряжение. Но вот почему-то производитель это не продумал. Еще из недостатков хотелось бы, конечно, как вот, например, с UTR61E от Unity. Шел какой-нибудь из интерфейсов в комплекте. То есть, либо Bluetooth адаптер шел в комплекте, либо оптический порт для соединения с компьютером шел. Но здесь, к сожалению, придется покупать отдельно, либо то, либо другое, что вам более интересно. Опять же, пока с Bluetooth есть проблемы по сертификации в России, поэтому ввести временно данные адаптеры Bluetooth нельзя. То есть, остается только оптический порт, возможность дозаказать. Далее, мы, как обычно, если кто-то не знает по поводу нашего канала, мы снимаем ролики по оборудованию сразу, то есть, знакомимся сразу вместе с вами. Поэтому бывают некоторые нюансы. Например, мы в данном случае не поняли, как работают низкочастотные фильтры. То есть, он должен отсекать помеху высокочастотную на пределе 100 Гц и 500 Гц. Но вот подаваясь к генератору различные вариации, и просто шумовой сигнал, и синусоиду с высокой частотой пытались отсечь ее, чтобы мультиметр показывал именно со второго генератора полезный сигнал, ну или амплитуду полезного сигнала. Но, к сожалению, это так и не работает. То есть, до конца мы не разобрались. Если кто-то, кстати, сталкивался с этим, то есть, не только у Hioki встречается такая функция, если кто-то о ней знает, то напишите в комментариях, будет интересно. Если что, мы тогда в закрепленный комментарий добавим, как это работает. Но здесь, что у нас тестовый мультиметр показывал одни и те же значения, что Hioki показывал с включенным фильтром и без включенного фильтра, все одно и то же. Поэтому здесь вот такой нюанс. Ну, то есть, это не недостаток, а непонятно, как эта функция работать или как должна работать. Далее, не понравилась нам функция измерения емкости конденсаторов. Она работает слишком медленно. Ну и опять же предел, может быть, кому-то нужно больше 10 милифарад. Здесь, например, вот у Unity, у того же, предел выше, по-моему, до 100 милифарад, да, он измеряет. Здесь 10 милифарад, и причем, и даже по времени, просто есть ограничения, и мультиметр его включает, измерять выше не дает. По поводу преимуществ. Преимуществ тоже достаточно много у мультиметра. Это, например, работа про звонки, одна из самых лучших, наверное. Во-первых, срабатывает она отлично, и громкость нормальная, еще и на дисплее отображается включение красным цветом при замыкании контактов. То есть, очень удобно, здесь только плюс. Во-вторых, производство Японии все-таки мультиметра, и, соответственно, сборка его очень качественная. То есть, вот мы фактически до винтика его разобрали, да, собрали вновь все, никаких проблем. Нигде ничего не отходит, все осталось абсолютно работоспособным. Напоминаю, например, BK Precision, да, казалось бы, тоже высокого класса мультиметр, но разбирается только один раз. Далее, нам понравилась еще функция автоматического распознавания переменного и постоянного напряжения, и переменного и постоянного тока. Очень удобно, то есть, включили просто этот режим, мы сразу автоматом можем измерять и постоянное напряжение, и переменное. Причем здесь есть функция действительное смешивание, сразу постоянное и переменное напряжение. Удобно. Далее, возможность подключения токовых клещей, кстати, тоже удобная функция. Опять же, заказывается это отдельно, но если вам нужны какие-то измерения больших токов, то без проблем вы можете токовые клещи, хиоки, сюда подключить опционально. Но, в целом, сборка, влагонепроницаемость, ударопрочность мультиметра тоже, конечно, является плюсом. 10 мегаом внутреннее сопротивление, что отлично, то есть, до 2500 вольт он у нас при проверке выдержал. Еще один нюанс, да, мы обнаружили на постоянном токе, да, на 4 мА, он все-таки показывал ниже, чем наш эталон. Но здесь странно, надо посмотреть погрешность, превысил он или нет, но вот чуть-чуть занижал он показания. По потреблению тоже могло бы быть и получше. 8 мА он потребляет во всех режимах, плюс, если включена подсветка, то он потребляет 25 мА. Тоже у некоторых мультиметров есть и поменьше эти значения. Но, в целом, это нормально. По поводу TrueRMS, даже выше, чем заявленное, то есть, от 10 Гц до 2,5 кГц он измеряет без понижения показаний. Поэтому здесь тоже все хорошо. Ну, в общем, в целом, мультиметр нормальный, но со своими недостатками и нюансами. Поэтому смотрите. У кого вопросы есть по данному прибору, задавайте их в комментариях. Это Vivo Telecom. На этом тогда на сегодня закончим. Всего вам доброго. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok